Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня за рабочим визита наведал Хойницкий район. Эффективность выкорыстания нерухомой майомости у сих формов уластностей сегодня мерковали на выязной сессии Гомельского областного совета депутатов в Ветковском районе. Сегодня у Гомеля в рамках доброченной программы «Юные таленты и экология» 21-го года пришла природооховная акция «Квитней мой край». Выстава у техницы «Батек Гармония Кулеру» открылась у музея-алтографа Центральной городской библиотеки имя Герцена. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня наведал Хойницкий район. Кировник Державы побывал у Полесским радиоцино-экологичным заповеднику. Тут президента ознайомились с науковой и экспериментальной работой, которую проводят в ученые. Так само Александр Лукашенко отказал на пытании журналистов. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. Особная частка работы заповедника – экспериментальная господаршая Дзейна. Сея пачали по загадзе кировника Державы. Его сижу рассказывать о перших выниках. Каниферма, пшальник и два древа, працучие ушастки. Усё працует и приносит пройбыток. Головная – продукция чистая от радияции. Президент означает, что за опошние годы Гомельская область значительно повеолечила вытворчусь молока и мяса. Тому и надалей сродки на кированы и на развитие потерпелых регионов повинны заставаться у компетенции губернаторов. Президент побывал так само у лаборатории спектрометрии и радиохимии. Тут доследуюсь всё, что можно запашивать радияцию. Выники корыстные и у теорий, и на практице. Погутарова Александра Лукашенко и журналистами. Их, как известно, цикавило всё. От питания росту цен до темы летнего отпочинка президента. Шмат уваги, подчас размолы с журналистами Александр Лукашенко надал темы развития Гомельской области и Чарнобыльских регионов у приватности. Её надзначил значный прогресс у реабилитации потерпелых землях. На огол для президента развития этих территорий шматучим особистая тема. И когда мы начали осваивать земли, очень сильно много критики было в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти. Построил деревянный дом, есть сейчас там. Сегодня я живу там. То, что сегодня шарнобыльские регионы развиваются динамично, президента радует. Галунный покашек нового життя, на думку керівника державы, высокая народжальность. Нам, минчанам, вам, я то это через себя уже пропустил, надо просто побывать в населённых пунктах здесь. Наровли, Брагин, Хойник, Ветки надо побывать, Лоев, да. Вы увидите неописуемую красоту этих мест. Второе, что вы увидите, вот мне губернатор приводил данные, рождаемость здесь, к великому сожалению, выше, чем в остальных регионах нашей Беларуси. Почему-то здесь рожают люди больше, чем там. Это величайшее достижение, это, ну это бальзам мне на душу или на сердце. Вот это самое главное. Паша с размобой с журналистами, зашла говорка и про так званый Туровский крыш, своя саблива аналог ведомого Полоцкого крыша Святой Ефросини. Незначные яхурэшки были знайдены у Турове по устагодзе тому. Керівник державы уже попросил коммерційные банки принять удел у одновлений реликвии. Бывший вице-премьер Сергей Николаевич Румас. Мы с ним обсуждали эту проблему, и вот я публично впервые хочу это озвучить. Я ему дал поручение, чтобы он банком, нашим государственным банком, средствами, силами подключился к этому, в основном в ближайшее время. Поэтому вот испарчено будет. Появится у нас еще один крест Туровский. На развитание керівник державы пожадал журналистам здоровья, счастья и удачи, и закликав не бояться ездить у так званые Чарнобыльские районы. Тут зараз можно и жить, и отпочивать. Настасья Кучинская, Евген Макеенко, отелерадовая компания «Гомель», Хойницкий район. Протягиваем выпуск. Замес товаренных, те опустелых будинков, амфитеатр, дитячая гульновая пляцовка и спортивная зала. Сегодня у Вецы пройшло посяджение выездной сессии Гомельского областного совета депутатов. Удельники проанализовали, накольки эффективно на территории Гомельщины выкористовывается нерухомость усіх форма уласности. На сессии облсовета побывала и наша здымочная бригада. Летось у Ветковском районе провели мониторинг. Высветлилось, что на его территории коля 130 объектов нерухомости не выкористовывается. Пройшло совсем невеликий час, и уже сегодня половы из них находятся у господаршем обороте. Частка знесена, остальные до зимы повинны знайсти своих господаров. Ветковский район, зразумело, у пытания выкористания покинутых объектов нерухомости мая свои первые. Одна из них – близкость до Гомеля. Бизнесмены охотно открывают тут вы творчество, а держава, цехи и филиалы предприемств. Различные расположились производства. У нас есть ОАО «Гомельмастер», который на неиспользуемых площадях реческого текстиля выкупил себе здание и занимается форматированием стекла. Есть «Сириус Групп Аград», там же на той территории, на той же площадке расположился. Они занимались трикотажными, пошивом трикотажным, вязаные вещи, направляли их в Российскую Федерацию, продавали. В этом году они идут по параллельный путь, у них разлив питьевой воды. Усяго на Гомельщине зараз выше 200 тысяч квадратных метров свободных площадок. Это пятая частка от республиканской лечбы. С года в год их количество уменьшается. Разом с тем, появляются и новые объекты, на которых за, например, оптимизацией спиняется господаршее життя. Сегодня, естественно, в первую очередь мы хотели бы, чтобы все объекты были задействованы. Но то, что сегодня не нужно государству, мы предлагаем бизнесу для развития частной инициативы, для создания нового класса собственников. И у нас очень много на территории Гомельской области действительно успешных предприятий малых. Каб удыхнуть життю покинутою нерухомость, треба снасти новых господаров. А каб снасти уладальников, які дадут импульс для развития таких объектов, важно их зацікавить. Для ГТГ истнують привабные льготы и преференции. Например, продаж объекта за одну базовую величину. А держава выращает таким чином и еще одну задачу. З'являются так потребные зараз новые операционные месцы. Например, у Ветковском районе створили швейный участок предприемства «Восьмая Сыковика». Ряд нормативных документов сегодня позволяют инвестору, позволяют не только частному, малому и среднему бизнесу, но также и государственным предприятиям найти нишу. То есть в данном случае, возьмем 8 марта, предприятие с государственной долей. Нашло помещение на сегодняшний день в Ветковском районе. Решили сразу две проблемы. Помещение вовлечено в хозяйственный оборот и 54 человека сегодня получили дополнительные места. Знасти информацию об свободных площах зараз вельми легка. Она размещена на сайте обломаемости, кожного райвыконкама, а так само широкого организации и предприемств региона. Усягон на Гомельщине зараз выращается лес свыше 5,5 тысяч таких объектов. Марина Джала, Игорь Марисченко, телерадокомпания «Гомель» из Ветковского района. Представники местовых органов УЛАДы завтра проведут промые телефонные линии. На пытание жихара у региона откажет старшиня Гомельского облывыконкама УЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ДВОРНИК. Нумер телефона 75-12-37. Гомельчан выслухает старшиня Гомельского гарвыконкама Петр Алексеевич Кирыченко. Звертаться варта по номеру 75-19-84. Час работы промых линий с 9 до 12 годов. БМЗ за 5 месяцев 2017 года повеличил экспорт своей продукции на 40%. А кроме этого географию поставок поширили 4 новые краины. У першиню металлопродукция отгружена у Сенегал, Маурытанию, Кот-Дивуар и Гану. Усяго за 5 месяцев бягучего года покупниками предприемства были компании за 46 краин. На экспорт поставлена продукция на сумму более за 375 миллионов долларов. Что-то выше и за узровень минулого года на 40%. 10 годов службы УДАИ и звание лепших украине инспектора дорожно-патрульной службы. Высокую планку 33-годовый гомельчанин Сергей Бондаренко взял уже в четвертый раз. И хоть все лет нормативы республиканского конкурса профессийного майстерства сопрацовников ДПС не змянились, напал боротьбы с кожным годом становится все хорошей. Удел примали команды из всех областей Беларуси, а так само с Российской Федерацией. Серьезную конкуренцию гомельчанам склали сборная Гродинской и Минской областей, які у вынеку заняли другое и третье место. Першая ж миновита у наших специалистов. Вишенькой на торте стал и лепший выник гомельского инспектора у особистым залику. Сергей Бондаренко признается, сярод сваяков наглядного прикладу службы УДАИ не было. У своей семьи он перший представник этой профессии. Кажа, я ее выбор был выпадковостью, якая у вынеку подарила яму любимую справу усяго життя. У конкурсе профмайстерства удельничает с первых годов службы. У Скарбонца уже немало узнагород. И на этом лепший инспектор сяпершнего года спыняться не сбирается. По воде я госслов, усе нормативы с поборництва узяты с життя. Тому конкурсное выпробование яму доводится проходить каждый день минавито на процованном месте. Выбори не жалею. Сложность заключается в том, что профессия в любом случае сложная. Она сложная тем, что вы знаете, как стоматологов, так и сотрудников ГАИ мало кто любит. Хотя все, пускай открыто или даже не открыто на душе, понимают, что эта профессия нужна. И без этой профессии никуда не деться. Эти соревнования завершились, и ты уже начинаешь думать о новых соревнованиях, о новых стартах. Причем начинаешь думать не ближе, а уже сейчас начинаешь думать. Поэтому, опять-таки, для поддержания себя в форме, в тумусе и так далее. Гомельское областное управление МНС информует, с 20 по 22 червеня на территории Гомельской области будет проводиться комплексная проверка автоматизованной системы централизованного повещения грамадянской обороны с заключением электросиры. В период проведения проверки просьба до насильства заховывать спокойствие, оставаться на своих местах, уважливо слухать поведомлений диспетчера. Сегодня сфера охоты здоровья нашей краины отрымала полторы сотни молодых специалистов. В Гомельском медуниверситете выпускникам уручили документы об высшейшей адукации. Пять годов у партой працы, и вось выник на руках. Дипломы отрымали 150, теперь уже былых студентов медикодиагностичного факультета. Еще 50 человек у ВНУ подрыхтовали на факультете для специалистов замежных краин. Однако для молодых медиков навучение на этом не завершается. Напереде интернатура и еще шмат экзаменов, как подтвердить квалификацию. Однако перший, бадай самый важный крок, зробленный – яны урачи. И зараз наступает час на практице выкористовывать отрыманные веды. Дарыча, первым працевным местом молодые специалисты могут не турбоваться. У нас, в отличие, наверное, от многих вузов, у нас распределение плановое. Было когда распределение предварительное. Каждый выпускник Гомельского медуниверситета, каждому представлены рабочие места. То есть искать ничего не надо, мы обеспечиваем работу. Пять лет были очень насыщенные. Я занималась во всех общественных организациях нашего университета. И очень жалко расставаться и терять, потому что столько было всего веселого и интересного. Различные акции, поездки. Этого всего будет очень не хватать уже во взрослой жизни. Сегодня у Гомеля в рамках доброчинной программы «Юные таленты и экология» 21-го стагодзя прошла природооховная акция «Квятней мой край». Она яснует больше за 10 годов. Заявляется, что годово из-за усёды примерковано до святкования Дня оховы новокольного осяродзя. Каждый год обирается новое место ее проведения. Частей из-за усёга – это детячая дамы семейного типа и навучальные установы региона. Всё лето пляцовкой действа стала середняя школа номер один города Гомеля. Тут подчас акции школьники Новобелецкого района разбили клумбы и высадили больше за 400 шматгодовых рослин у темлику квятнеющих и декоративных. До речи зародилась акция в 2007-м годе. С тех часов удел УЕЙ приняли больше за 12 тысяч детей с усёй в области. Было высаджено больше за 3 тысячи рослин. Инициатором всегда выступает детский фонд, но, как обычно, средства, конечно, надо искать в других организациях. И комитет экологии выступил и поддержал эту акцию. Цель акции – это помочь детям уединиться с природой, беречь ее, любить, ну и сохранять для подрастающего поколения. Это очень важно, чтобы в будущем у нас были цветущие сады, красивые клумбы. Выстава у техницы Батык «Гармония колеру» открылась у музея автографа Центральной городской библиотеки имя Герцина. Гомельский майстер Ирина Суздальцева представила 12 работ, выполненных на Бавовне и Шоуку. Прозристые, стриманные в фарбах иллюстрации, выглядят незвычайно гармонично и разностайно. Майстер, до речи, биолог по профессии, старанно промалевывает детали, створяющиеся правдные творы мастатства, шмат табличные по колеры и сюжете. Не выпадково значный вплыв на творчость мастатшки оказали картины китайских майстров. Фарба быцам оживая на тканине, что допомагает Ирине выказывать свой настрой, почутки, думки, уражене от новокольного света и природы, головного натхняльника автора. Основой выставы з'являются кветки, богатую яких настроевая присутных на почутчу легкости и эстетичного задовольнения. Автор выкористовывает разные техники роспису тканины, смешанную технику шибары и холодного батыку, якой усёж отдае перевагу. Выстава протягнется до 11 лепеня. Самое главное, в росписе пошёл какая-то линия. И холодный батик даёт возможность именно эту линию очертить и наполнить её краской. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее в эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту познайомець Максим Савин.